Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и в начале коротко о главных темах сегодняшнего дня. На сегодняшний день есть институционные проекты и предложения, которые находятся на рассмотрении в правительстве. 16 из 20 депутатов проголосовали сегодня за то, чтобы принять отчет о деятельности администрации Каннска в 2017 году. Лишь три народных избранника воздержались и один проголосовал против. Доезжаем до остановки, доезжаем до нашей остановки, он проходит мимо. Экспресс-движение. С началом нового сезона дачники мелькомбината лишились двух остановочных пунктов. Автобусы перестали останавливаться на федеральной трассе. Люди разные, пишут они все по-разному и у каждого есть свои особенности. Каннск посетили московские гости. Поэты и прозаики представили свое творчество и ознакомились с произведениями местных писателей. И теперь обо всем подробнее. Жители района горбольницы дождались ремонта дороги. Сегодня в течение дня дорожное полотно равнял грейдер. Но даже этот незначительный ремонт вызвал массу положительных отзывов от местного населения. Улица Больничная и переулок Больничный давно славятся на весь город своей непроходимостью. Асфальт здесь укладывали в начале 90-х годов прошлого века. Со временем он полностью пришел в негодность. На дороге образовались огромные выбоины. Сегодня дорогу прогридировали. Однако гравийная цыпка и асфальтирование в этом году не запланированы. Об этом заявили в администрации Каннска. Дождались мы наконец. У нас вот за кое-веки подчищают дорогу ровненько. Смотрите, как все красиво получается. Даже там, где вода у нас стояла, смотрите, зачищает. Это что-то нереальное. Вообще классно получается. Городской совет депутатов большинством принял отчет главы Каннска о деятельности администрации в 2017 году. Тем самым счел работу местных чиновников во главе с Надеждой Качан удовлетворительной. О том, какие вопросы обсуждались сегодня в зале заседания местной мэрии, расскажем подробнее. Первым пунктом повестки стал отчет главы. Надежда Качан очень много рассказывала о том, что чиновники весь год работали над тем, чтобы повысить доходы и оптимизировать расходы местной казны. После чего отметила, что городу наконец-то удалось закрыть долговые обязательства перед Минфином. Реальный сектор экономики составляют четыре преуспевающих предприятия – ЗЛМК «Маяк», «Сегмент», «КСК» и «Канпласт». Но глава продолжает надеяться и на появление в Канске крупного инвестора. В частности, инвестора, который займется отходами лесопиления. На сегодняшний день есть институционные проекты и предложения, которые находятся на рассмотрении в правительстве. Один из проектов немецкий с фирмой «Витмар» на территории России. Фирма представляет предприятие «Витмар Геоэнергия», которое на сегодняшний день представило институционное предложение строительства предприятия глубокой переработки древесини в городе Канске. По словам Надежды Качан, инвестор готов вложить около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. А полученную продукцию планирует экспортировать в страны Западной Европы. Нужно отметить, что об инвесторе, который решит проблему отходов, жители Каннска слышали еще до страшных событий мая прошлого года. Но до сих пор стопроцентной уверенности в том, что такое предприятие появится в городе, нет. К слову, как и нет уверенности в том, что трагедия не повторится ни у жителей, ни у самой главы. Ситуация развивается в отрицательную сторону. Сегодня отходы лесопиления складируются в еще больших мостах, штабах, чем в прошлом году. Несмотря на то, что к преодолению этой острой проблемы на сегодня подключены все без исключения. После того, как мэр закончила свой доклад с обращением к коллегам и всем собравшимся, выступил депутат Владимир Макаров. По его мнению, работа в части борьбы с отходами лесопиления неэффективна. Когда глава города выступает и говорит, было завалено порядка двух миллионов кубометров отходов, а теперь стало или в два, или в три раза больше, я вообще упал. Это что, шесть миллионов появилось или четыре миллиона, есть разница. Почему не делают модернизации, ничего? Может, отсюда все идет? Может, прав прокурор, когда пишет, конфликт интересов есть? Я и без прокурора говорил об этом 18 декабря. Никто не хочет понять. Если мы не сдвинемся в нормальное русло, значит, будет то, что будет. Поднимался вопрос мер социальной поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг. По словам депутата Макарова, в Каннске 24% населения, а это почти 22 тысячи человек, получают такую поддержку. И это ненормально. Почти 230 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов в год получают каннские ресурсники. В частности, мелкие котельные. После обсуждения отчета главы города, народные избранники рассмотрели ряд вопросов, которые были включены в повестку сессии. В частности, прокуратура потребовала от депутатов вернуться к решению вопроса о Юрии Печорском. Напомним, он был уличен в нарушении антикоррупционного законодательства, но коллеги его буквально спасли от лишения мандата. И в этот раз, что называется, один за всех и все за одного. 16 депутатов из 20 проголосовали за то, чтобы не возвращаться к рассмотрению вопроса. Здесь уже, скажем так, наверное, на совести депутатов будет их профессионализм отражаться, как они будут исполнять решение суда. Добавим, также прокуратура намерена потребовать через суд от депутатов, чтобы они в законном порядке рассмотрели информацию о конфликте интересов главы Каннска. О наиболее распространенных схемах мошенничества рассказали в местной полиции. Самыми популярными остаются способы обмана, совершенные с помощью сотовой связи и сети интернет. При этом в полиции отмечают, что в этом году наблюдается снижение регистрации случаев мошенничества более чем на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ушедшем году жители Каннска и Каннского района все чаще обманывали по схемам «Ваш сын попал в ДТП и Ваша карта заблокирована». В этом году доминирующее число мошенничеств составляют сделки, покупки и продажи вещей, услуг, транспорта, автозапчастей через интернет-ресурсы. Какие-то требования, допустим, высказывают мошенники, в том числе, допустим, о том, что Ваша карта заблокирована, что это чаще всего бывает, значит, они начинают, они в основном начинают исполнять те действия, которые им диктует, так скажем, преступник. Но люди начинают понимать, что это неправильно, они начинают звонить в банки, как положено, по телефону уточнять про свои денежные средства, и, соответственно, уже пресекают тем самым эти правонарушения. Для достижения своей цели – хищения денег – мошенники могут придумывать разные способы обмана. Поэтому никогда не стоит торопиться расставаться со своими накоплениями, а в сомнительных ситуациях советоваться со своими близкими или обращаться в полицию. Каннские дачники столкнулись с серьезной, по их мнению, проблемой. Сразу несколько действующих остановок убрали из маршрута автобусов номер 4, 4А, 105 и 121. Татьяна Блинкова пообщалась с садоводами и выслушала их мнение по этому поводу. Не успели садоводы обрадоваться тому, что дачные автобусы начали свою работу, и можно наконец-то проверить свои владения после зимы, как после первой же поездки на этих самых автобусах оказались полностью разочарованы. Садимся на четверку, едем, юго-западный остановился, доезжаем до нашей остановки, он проходит мимо. Люди стучали, кричали, а они пояснили, что руководство пассажирского дали такое указание, чтобы на таких остановках, которые не оборудованы, должны проходить автобусы мимо. Две из четырех остановок по федеральной трассе на Красноярск попросту убрали из маршрута четырех автобусов. При этом на противоположной стороне, где установлены остановочные павильоны, автобусы по-прежнему останавливаются. Еще в прошлом году на этом месте был остановочный карман. В основном здесь выходили люди, имеющие дачу в этом кооперативе. Но теперь тут остановки нет, и дачникам нужно пройти немалое расстояние, чтобы попасть на свой участок. От остановки в юго-западном микрорайоне до сворота на Чичиул около пяти километров. Дачники, большинство из которых пенсионеры в недоумении, для них преодолевать такой путь пешком очень тяжело. Сейчас в субботу, в воскресенье, во всем народу будет. Это вот сладко у нас еще рядышком дача, а вот кто там далеко дальние, это что тогда делать? Я не знаю, четверка остановится, а меня наступят у нас остановился. В администрации нам пояснили, что это временные меры, направленные на сохранение дорожного полотна и безопасности самих садоводов. Ведь по федеральной трассе проходит очень много как грузовых, так и легковых машин. Причина одна, то есть выполнялись ремонтные работы именно по восстановлению основного полотна. По восстановлению основного полотна это один вид работ, а обустройство карманов, так их назовем, под остановки, это совершенно другой вид работ. То есть эти работы будут обязательно выполняться, будут выполняться в кратчайшие сроки, даже я думаю в течение следующей недели. Как заверили в администрации, остановочные пункты разместятся на тех же местах. Они будут оборудованы соответствующим образом. Будут положены бетонные плиты и установлены знаки. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», пятый канал. Сразу после короткой рекламы мы вернемся в студию и расскажем о литературных критиках из Москвы. И о том, как каннские пенсионеры играли в керлинг. Не переключайтесь. Забудь про морозы, обиды, измены. Клевые розы. Лучшие цены. Люби ее больше и чтоб стало сладко свежайших цветов. Подари ей охапку. Мама Роза. Клевые розы. Лучшие цены. 40 лет октября – 50 и московская – 76. 30 900. Компания «Электрум» проводит государственную проверку водосчетчика в горячей и холодной воды на дому без снятия. После проверки выдается свидетельство и производится пломбировка водосчетчика. Звоните по телефону 66 022. Акция «Закажи проверку одного водосчетчика до 1 июня по специальной цене 450 рублей». Открылся новый отдел «Дордой Микс». У нас большой ассортимент женской, мужской и детской одежды. Также в нашем отделе вы можете приобрести текстиль. Большой выбор штор для вашего дома. Все по лучшим ценам. Ждем вас по адресу Трояград. Новый зал. Уфик 156. Только два дня. 28 и 29 апреля. Около магазина «Сибирячка». Улица 40 лет октября 41. Состоится выставка продажа плодово-ягодных, декоративных и хвойных культур сибирской селекции. Цветов из одовой земляники от лучших производителей Сибири. Действует акция «2 плюс 1» на саженцы ягодных культур. Приглашаем за покупками. Весна диктует свои правила. Не бойся меняться. Создай дерзкий, неповторимый образ, имидж в студии. Оттенки, креативные стрижки, мужские и женские, окрашивание и стильный майкап. Раскрой оттенки своей индивидуальности. Наш адрес урицкого 11. Телефон для записи 8 902 912 1560. Именинником скидка 50%. Пятый канал расширяет свои информационно-рекламные возможности. Теперь подать объявление вы можете не только в бегущую строку каналов ТНТ и РЕН-ТВ, но и для размещения в вещательной сети Порт Артура. Радиострока – это быстро, недорого, эффективно. Ваше объявление услышат сотни посетителей самого крупного торгового центра Каннска. Телефон стола заказов 2 05 20. Обрел свое настоящее имя спортивному центру. В Красном Маяке накануне присвоили имя почетного ветерана спорта Красноярского края Николая Волкова. Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии. Татьяна Блинкова с подробностями. Волков Николай Павлович, что такое? В двух секундах об этом человеке невозможно рассказать. Это человек с большой буквы, который воспитал нас. Не одну сотню ребятишек. Вывел в люди, как говорится. Имя этого человека раньше было известно каждому красномаяковцу. Как рассказывают те, кому он привил любовь к спорту, именно благодаря Николаю Волкову спортивная жизнь в поселке била ключом. Это было дело всей его жизни. И теперь, спустя несколько лет после открытия спортивного центра, у спорта в Красном Маяке появилось имя. Это не просто мероприятие. Это сегодня для нас, красномаяковцев, большой праздник. Спорт-комплексу присвоено звание имени Волкова Николая Павловича. Это был нелегкий путь. Пять лет красномаяковцы горели этой идеей. Мы несколько лет исходы проводили. Значит, хотели увековечить память о Николая Павловича Волкова. Это, я думаю, доброе дело. И оно отразится и на спортивных показателях терской администрации. Да и вообще, ребята, человек, который заслужил, о нем остается память. Значит, он не совсем ушел от нас. Для нас, для Каннского района особенно, это большой подарок. Хотелось бы, конечно, на всех территориях иметь такие спорт-комплексы. Также иметь крытые площадки для хоккея, которые тоже – это наш любимый вид спорта Каннского района. Но пока есть, что есть. Но вас всех хочу поздравить с праздником и дальнейших спортивных всем удач. На церемонии прозвучало много добрых слов в адрес Николая Волкова. Видно, что жители Красного Маяка действительно ценят заслуги этого человека и хотят продолжать его дело. Перед всеми собравшимися сельчанами торжественно открыли памятную вывеску. А на здании спортивного комплекса теперь разместилось его имя. Имя Волкова Николая Павловича – почетного ветерана спорта Красноярского края. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Городскую библиотеку имени братьев Стругацких посетили московские и красноярские поэты и прозаики, которые провели семинар для жителей Канска. Подробнее о встрече расскажет Мария Гримбаум. Ты ад раскрасила в цвета, в грехи обманом заманила. Жизнь оказалась суета. Судьба успехами манила. На мероприятии, проводимом в рамках 6-го Всероссийского литературного фестиваля «Книга «Ум. Будущее»» собрались творческие люди, которые делились своими знаниями в области создания литературных произведений. Прошло сразу два семинара, ведущими которых являлись Ася Аксенова и Светлана Василенко из Москвы, Александр Фоменко из Ставрополя и Евгений Мамонтов из Красноярска. Смысл семинара заключался в подробном разборе личных произведений, которые представляли местные писатели города. Я рада, что люди интересуются литературой, потому что сейчас это довольно затухающая вещь, особенно затухающая вещь бумажной книги, к сожалению. А я принципиально читаю только на бумаге, не признаю никаких электронных носителей для книги, потому что книга – это не только текст, но это еще то, что ты держишь в руках. Эксперты довольно серьезно отнеслись к анализу прозы и поэзию, которую им представляли каннские авторы. Литературные критики профессионально разбирали тексты, а также выразили свое личное отношение к авторским материалам. Всегда приятно, когда ты встречаешься как минимум с грамотным русским языком. Это у нас сейчас одна из таких проблем. Ну, а о других вещах говорить более пространно, наверное, сложнее будет. Всегда приятно, кроме этого, сама по себе тяга человека к творчеству. Сами же каннские писатели довольны экспертной оценкой, несмотря на то, что иногда высказывания гостей содержали и критику произведения. Ведь для многих это послужило поводом к усовершенствованию писательской деятельности. Это здорово, потому что, когда получаешь критику, ты на этом учишься и исправляешь свои ошибки, и становишься интереснее читателю. Неравнодушными остались и слушатели. Среди них были не только взрослые люди, но и студенты, для которых подобные мероприятия интересны и познавательны. На самом деле очень интересно. Люди разные, пишут они все по-разному, и у каждого есть свои особенности. У каждого, ну, то есть каждый пишет по-своему. Понравилось то, что литературный критик, как это все сказал, какие были ошибки, и что нужно учесть, чтобы произведение на самом деле понравилось большинству, числу читателей. Такие творческие встречи для города проходят уже не впервые. Эксперты не сомневаются, что в следующем году они вновь посетят Канск и смогут прочесть уже новые авторские произведения. Мария Гринбаум, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске завершился муниципальный этап президентских состязаний среди школьников. Учащиеся с 5 по 11 классы соревновались не только в спортивных дисциплинах, но и в творчестве. Кто представит наш город на региональном этапе? Расскажем далее. В течение всей недели параллельные классы школьников встречались на спортивных площадках. Часть соревнований направлена на проверку физической подготовленности ребят. В спортивное многоборье включены тест на гибкость, челночный бег, подтягивание туловища, прыжки в длину с места и эстафета. Во-первых, они проверяют уровень физической подготовленности детей, потому что все виды разнообразны на различные физические качества. Ну и плюс дети показывают не только свою физическую подготовленность, но и творчество, и ту теоретическую часть, необходимую для знания уровня физической подготовленности. В творческом задании школьникам предстояло раскрыть тему спорта и патриотизма, используя различные виды художественного, ораторского и сценического искусства. В нашем жюри учитывается, конечно, мастерство, которое ребята показывают на сцене, сценическое искусство, далее разнообразие тех художественных приемов, которые они сегодня показывают, естественно, форма, да, форма одежды. Мы чемпионы сегодня и завтра. Десятиклассники из 18-й школы подготовили визитку, где рассказали о себе и о том, какой они вклад внесли в развитие спорта Красноярского края. Так, один из участников команды, Виктор Доминов, являясь вратарем футбольной команды «Гагаринец», прославил родной город далеко за пределами России. Для меня это поначалу давалось тяжело, трудно, но я старался и добивался результатов. В итоге я получил такие вот награды, получается. Я побывал в Лондоне, моя призовая поездка была в Сочи, в Москве. В этом году по условиям жеребьевки представлять наш город на региональном этапе будут победители девятиклассники. Ими стали ученики лицея номер один. В Доме спорта «Текстильщик» состоялись не совсем стандартные соревнования по керлингу. Спортсменом стали люди в возрасте, к тому же с ограниченными возможностями здоровья. Но, несмотря на недуги игроков, состязания прошли очень активно и весело. Татьяна Блинкова пообщалась с новоиспеченными керлингистами. Идею воплощения такой игры организаторам подарил Центр адаптивной физической культуры и спорта города Красноярска. В Канске краевыми коллегами был организован фестиваль адаптивного спорта. Среди многочисленных площадок был и напольный керлинг. Нашим спортсменам очень понравилась игра, поэтому было принято решение приобрести оборудование для постоянных тренировок. Мы решили для них впервые организовать напольный керлинг. Они все новички, первый раз сегодня. И вы видите, с каким азартом и энергией они принимают участие в этой игре. Некоторые сейчас в качестве зрителей, а некоторые активно принимают участие. Четыре команды у нас собраны сегодня. Спортсменам не понадобилось много времени, чтобы понять всю суть правил, и они быстро вовлеклись в игру. Правила не сильно трудные. Все понимают, что главное попасть в дом. В принципе, больше ничего не надо. Задача команд попасть в дом, то есть в центр круга. Поставить свой камень и желательно выбить чужие камни. Чем больше камней находится в центре, команда выигрывает. За каждый камень получают по баллу. Некоторые из команд основательно подготовились к игре, даже выучили девиз. Спорт – наш лучший друг. Об этом знают все вокруг. Посмотрите вы на нас. Мы, девчонки, супер-класс. Ограниченные возможности здоровья – не приговор. Об этом знает почти каждый из присутствующих на состязаниях. Для них спорт – это способ отвлечься от поседневности. Активный образ жизни. И как бы позитивно все. И время как бы свободно. И все нравится. Сразу поняли, но руки слабы. Это надо тренировка, чтобы все получилось сразу. Поэтому как получается, так получается. Азарта, позитива и веры в победу у игроков не отнять. Сына, переделайте. Мы наше желтое выиграли. Ну а самым главным и важным победителем в этих состязаниях стала дружба. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. На этом наш выпуск завершен. В студии была Анастасия Мусина. Далее прогноз погоды от Дениса Гончарюка. Новые сюжеты наших корреспондентов смотрите завтра в это же время. А я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Магазин «Орбита» на Цемлянской 3. У нас в продаже большой ассортимент телерадиоаппаратуры, пульты управления, антенны, ресиверы цифрового и кабельного телевидения, радиотехника, радиодетали, компьютерные товары, мыши, клавиатуры, компьютерные аксессуары. Внимание! Также в нашем магазине вы найдете садовый инвентарь по выгодным ценам, сантехника для вашего дома и многое другое. Все в одном месте. Ждем вас по адресу. Магазин «Орбита» на улице Цемлянской 3, помещение 73. Свобода. Экстрим. Борьба. Твой вело. Твой байк. В магазине «Старт» со скидкой 10% до 31 марта. Внимание! Неделя кадровика в Канске. Только 17 мая практический семинар «Посредние изменения трудового законодательства». Лектор, эксперт, практик, Желудкова Ирина Витальевна. Узнайте о скидках. Телефон 219-22. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!